Малыш Ерины Пилипенко был пациентом отделения в ноябре. Тогда детей временно перевели в другое место. За это время ремонт полностью завершили. Женщина рассказывает, придя на повторное лечение, больничные палаты не узнала. В таких условиях себя комфортно чувствуют и маленькие пациенты, и их мамы. Если хорошая аппаратура, да хорошие условия, это все равно помогает. И нам, как мамам здесь бывать, и деткам, особенно маленьким. Потому что, сами понимаете, когда дует со всех щелей, когда темно, когда это все старое, то очень тяжело. Здесь лечат неврологические заболевания. Среди них детский церебральный паралич, невротические поведенческие расстройства. Отделение рассчитано на 30 человек. Сегодня лечение проходит 28 ребят, рассказывают медики. Всего же в Макеевке с невротической патологией на учете состоят около 4 тысяч детей. Очень важна обстановка, в которой они находятся. Особенно, если дети отрываются от привычной обстановки, семейной, переходятся сюда в отделение. Некоторые пациенты у нас совсем маленькие, в возрасте до одного года, где элементарные удобства бытовые очень важны. В отделении заменили канализацию, отремонтировали отопление, поставили новые окна и двери. Купили новую сантехнику, 16 кроватей, столы и стулья. Отремонтировали и приемное отделение. Большую часть денег получили от спонсора, рассказывают в клинике. В их числе промышленные и коммунальные предприятия города, религиозные организации. 35 тысяч гривен выделили из городского бюджета. Всего же ремонт обошелся в 600 тысяч гривен. Хотелось бы, чтобы все отделения работали в таких вот условиях, которые есть сейчас. Сегодня вот здесь. Собираемся делать в этом году отделение восстановительного лечения на первом этаже, в освободившихся площадях, и клиническо-диагностическую лабораторию. Когда нет элементарных удобств, когда прохладно и когда нет возможности принять душ, то, безусловно, качество лечения будет неполным. Сегодня 24 градуса температура этого отделения. Вы видите замечательный дизайн этого отделения. Современная европейская неврологическая детская клиника. В бюджете этого года уже предусмотрены деньги на ремонт крыши хирургического отделения и педиатрического объединения, рассказывают в управлении здравоохранения. Также намерены приобрести медицинское оборудование для реанимобиля, специальные машины для транспортировки новорожденных. На это планируют потратить около полумиллиона гривен. Елена Антонова, Светлана Киктева, Игорь Ненашев, Панорама.